Первый канал и компания «Телеформат» представляют. В поисках новой кухонной плиты Алексей Насонов зашел в магазин бытовой техники. Есть ли у вас такая плита, только серебристого цвета? Сейчас, к сожалению, нету. А вы посмотрите, вот, тоже хорошая модель. Очень хорошая, но, правда, дороговато немножечко. А, осторожнее, осторожнее. Что? Ручки, они отваливаются. Ну, то есть, я хотел сказать, иногда такое случается, но крайне редко. Такая некачественная плита? Да нет, вообще-то это я такой невезучий. Я вообще вот эту технику боюсь. У меня он неделю назад грохнулся, поцарапался. А три дня назад он ручкой отвалилась, когда ее открывал. Угораздил же вас. Понимаете, я вообще-то с этой техникой на вы. Я всю жизнь корректором в газете проработал. Зарплата маленькая, жена запилила. А у меня в этом магазине одноклассник директором работает. Вот он меня менеджером сюда и взял. Ну, конечно, зарплата побольше. Но только я ее, к сожалению, теперь года полтора не увижу. Ух ты, из-за одной поцарапанной дверки и отвалившейся ручки? Да нет, это вообще-то из-за телевизора. Я тут клиенту одному пытался помочь, который на работу опаздывал. Побежал, задел телевизор, здоровенный, огромедный. Упал, все, остановлению не подлежит. Сочувствую. Жена к матери ушла. В общем, ну, ладно, что это я вас заболтал, да? Давайте лучше о вот этих вот плитах поговорим. Давайте о плитах. Значит, как только у вас появится такая модель только серебристого цвета, вы мне позвоните. Держите визитку, вот здесь телефон. Договорились? Скажите, кто из вас Насонов? Здравствуйте, я чем могу быть полезен? Здравствуйте, я Валя, Витя, Тимофеева жена. Вот, я у него визитку вот вашу нашла. Скажите, пожалуйста, что он натворил? Так, подождите, Витя Тимофеев это менеджер в магазине бытовой техники. Да, да. Скажите, откуда у него деньги эти? Так, подождите, я его видел один раз. Визитку я ему оставил, чтобы он мне сообщил, когда будет нужная мне плита. Извините, я... Подождите, подождите, вы расскажите, что случилось, может я могу быть вам полезен. Дело в том, что я ушла от мужа, живу у мамы. Но иногда прихожу постирать, убраться у него, когда он уходит на работу. Вот. И сегодня полезла в шкаф, он туда прячет свои носки, а там... Господи, что это? Так, а сколько там было денег? Я не знаю. Мне кажется, много. Да я во всем виновата. Ну, дура, ну что мне не жилось, а? Ну, потому что надоедает жизнь эта нищенская. Я уборщицей работаю в кафе, потому что меня с ребенком никуда не берут. А он у нас с высшим образованием ведь. Вот, наверное, вляпался, чтобы меня от матери вернуть. Так, а вы с Витей об этом разговаривали? Нет. Он телефон дома забыл, а на работе сказали, что его нет. Так, поехали. Ну, и где деньги? Нет. Ну, я их не трогала. Они как упали, так и остались там лежать. А вещи вот так и были разбросаны? Нет. Все было прибрано. И чемодана нет. Точно. Что-то натворил и сбежал. Так, вы успокойтесь, не волнуйтесь, мы разберемся. Оставайтесь здесь, а я к Виктору на работу. Нет. Я этого не вынесу. Куда катится мир? Чем я буду зарплату людям платить? Да не орите вы потерпевшие. Это так башка раскалывается. А вы кто? Тут не положено находиться. Тут место преступления. Извините, пожалуйста, а можно вас на минуту? Ну. Я частный инфектик, моя фамилия Насова. А, Наслышан. А вы что здесь делать? Можете следствию помочь? А что случилось? Да вот, блин, у этого, из сейфа, у этого, как его, Краюхина, директора магазина, всю зарплату сперли. Да так в наглую. Он с обеда возвращался, сейф открыт, денег нет. А подозреваемый есть? Да блин, весь магазин, охрана у них в торговом зале, а в коридоре шляют все, кому лень. Да дверь ногтем открыть можно. Хотя, на первый взгляд, даже не взломано. А сейф? А сейфом вообще сложнее. Товарищ капитан, товарищ капитан. Ну вот опять, чего вы все время так кричите? Товарищ капитан, я вспомнил, это точно Витька Тимофеев, точно он гад. И я тоже хорош, пригрел змею на груди. Ничего не понимаю. Чего вы там несете? Какая еще змея? Витька Тимофеев змея, одноклассник мой. Я его по доброте душевной на работу устроил, а он вышел. А ведь я видел, как он сегодня у моего кабинета крутился. А ведь нечего ему там было делать в разгар рабочего дня. А у него есть ключи от вашего кабинета? Он код от сейфа знает? Ключ, точно. Мог у него быть ключ. Я недавно ключи потерял. Поискал и подхожу к нему и говорю, Витька, ты мои ключи случайно не видел? А он такой говорит, нет, не находил, а сам глаза прячет. Точно. Ну, а сейф он как открыл? Да запросто он мог открыть. Я сколько раз при нем сейф открывал, он мог код подсмотреть. Ведь я же ему как родному доверял, а он... Ладно, все понятно. Давайте адрес, поедем брать. А вот это не получится. Нет его сейчас дома. Пойдемте, я сейчас все объясню. Ну, а мы-то тут при чем? Ну, как тебе сказать, есть в этом деле некоторые нестыковки. Это какие же? Ну, смотри, в разгар рабочего дня вор проникает в кабинет, открывает сейф, забирает деньги. Его не застукали на месте преступления по чистой случайности. А Витя, он человек робкий, застенчивый. Интересно, когда он ушел с работы? Правильный вопрос. Доработал до конца смены и ушел. Представляете, какие нервы надо иметь? Стоп, 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 Алексей Викторович. Жена же сказала ясно, что видела эти деньги в квартире. Или вы не верите? Не знаю. В любом случае, мне кажется, надо найти Витю раньше милиции и убедить его явиться с парильной. Ну, хоть срок меньше получит. Значит так, Катя, ты поговоришь с его женой, Рома, а с тебя распечатки звонков с его телефонов. И с мобильного, и с городского. А почему опять я? У Кати, между прочим, там тоже подружка есть. Моя подружка сейчас в декрете. А у тебя, по-моему, в телефонной компании, как ее там, Светочка или Машенька, ну, с которой ты еще на свидание ходила. А, Любочка. Да, как-то некрасиво с ней получилось. Давай все-таки ты попробуешь, а? Нет уж, Рома. Охмурил девушку, сам расхлебывай. Да нет у него никого, кроме нас с Сашенькой. Родители у него давно умерли. Тетка вот одна в Кукушкино живет. Приезжает к нам иногда. А дайте мне ее адресок, пожалуйста. Вот сами посмотрите в записной. И фотографии я эту можно возьму на время? Девушка, ну что же получается это? Что же получается, что я своими руками мужа за решетку сажаю, а? Зачем я только пошла вот так к вам? Дура. Сколько ему дадут? Не знаю. Если с повинной придет, года 4-5. Ну, как там, Любочка? Хотя вижу помаду с отрезчиками. Здесь? Любочка отреагировала на мое появление несколько неадекватно. Но это не важно. Я понял, рассказываю. Вот распечатка. Ну, Витя ваш, судя по всему, вел замкнутый образ жизни. Ни с кем, кроме жены, не общался. Ну, вот тут несколько звонков директору магазина, Краюхину. Так, ну ничего не длиннее. Вижу, что от народа. Ну, с вами неинтересно, Алексей Викторович. Вы всех насквозь видите. Есть один любопытный звоночек. Вот. Продолжительность полторы минуты. Следовательно, Витя в этот момент был еще дома. Так, а что за странный номер? Что, таксофон? Именно. И находится он в деревне Кукушкино. Думаешь, поделим? Что это с тобой? Нет, Алексей Викторович. У него там живет тетка. Вот адрес и еще. У нашего Вити есть машина зеленой «Жигули». Я записала номер. Его жена говорит, что он машину ставит возле дома. Но я обошла все дворы в округе. Нет никаких там «Жигулей». Ну что, тогда идем в Кукушкино. К детективу Алексею Насонову обратилась Валентина, жена продавца магазина бытовой техники Виктора Тимофеева. Она обнаружила в вещах мужа большую сумму денег и опасается, что Виктор ввязался в какую-то криминальную историю. Ну, судя по карте, где-то здесь должен быть поворот направо. Вот дела. Указатели есть, только по какой дороге ехать непонятно. Я там детка одного видел на лавочке. Пойду у него спрашиваю. Здравствуйте! И ты, здравствуй, милый человек. Вы нам не подскажете дорогу на Кукушкино? Да, подскажу, как же. Только ты, это, может, это, того, а, понемножечку. Да нет, у нас времени нет, торопимся очень. Да нет, что ты спешишь? У меня вот и закусочка есть, а огурчики там у меня хорошенькие. Ну, чего ты, ну? Здравствуйте! Ты чего застрял? Да вот... Иди, приходи. Погода сегодня нелетная. Выпьем, закусим, как положено. Главное, куда на ночь все ехать? Ну, заходи. А я вас на печке домой положу. Отогрею, косточки погрею. Спасибо вам большое, но нам бы дорогу на Кукушкино узнать. А что ее узнавать? Вон она, дорога-то. И чего в этом Кукушкино, не знаю, медом, что ли, всем намазано? И едут, и едут, едут. Подождите! Что, передумали, да? Да нет, у вас сегодня кто-то еще дорогу на Кукушкино спрашивал? Ну, было такое дело, да. Да вот, перед вами прям недавно машина проезжала, да. Машина зеленой «Жигули». Нет. «Жигули» я знаю. А это такая, не настранная была такая машина. Машина, черная. А тебе зачем? Дружок что-нибудь твой? Ну да, а как он выглядел? Ну как, он такой бордастый такой, злый день. Как взглянул на меня, у меня же чуть бутылка не выпала. Может, это, ребят, ну все-таки, понемножечку, а? Спасибо вам большое. Я сам уже сто лет не ел деревянских огурчиков, но надо идти, работа. Ну, работа. Ну, работа, Коль, работа. Поздно вечером детективы все-таки добрались до дома Витиной тетки в деревне Кукушкино. Дверь не заперта. Так, оставайтесь здесь, смотрите в оба. Есть кто живой? Я здесь есть. Вроде живая еще. А вам кого? Здравствуйте, а вы Тамара Ильинична? Я. У меня был племянника вашего Витя. Нету его. Сама жду, не дождусь. Так-то я все время в город к нему ездила. А как хворь-то меня скрутила, думала, помираю. Вот попросила Нюрку, соседку, позвонить Витьке, чтобы приехал. Хоть и последний раз на родную кровиночку посмотреть. А он что ж не приехал? Нет. Ну вы не думайте, он приедет. Он у меня мальчик хороший. Тетку свою старую любит. А вы кто ж ему будет? Приятель, что ли? Тамара, лично понимаете, тут такое дело. Вы только не волнуйтесь. На работе у Витя неприятности. Там пропали деньги. И вот там думают, что это он их взял. Господи, горе-то какое. А ты не верь. Витька чужого не возьмет. Никогда. Да я и не верю. Я просто хочу его найти и помочь во всем разобраться. Правильно. Хороший ты человек. Дай-ка я тебе чайку сделаю. Тихо, тихо, тихо. Тамара лично, вы лежите, я сам сделаю чай и принесу вам сейчас. Вот и славно. Смотри, еще кто-то приехал. Прячемся. А ты оставайся здесь. Все веселей будет. Поговорить будет с кем. Спасибо вам большое. Только, знаете, я не один, со мной еще два помощника. Хорошо. Больше гостей в доме лучше. А дом-то у меня, посмотрю, большой какой. Да там у этой тетки мужик какой-то ошивается. Нет, пока не видно. Да и жигуленка тоже нет. Ладно, понял. Давай. Интересно, кто это был. Ты номера не запомнила? Нет, они грязью заляпаны. Алексей Викторович, тут, похоже, еще кто-то, кроме нас, Витя интересуется. Только что приезжал, в окна заглядывал, потом уехал. Может, тот самый мордатый, про которого дед говорил. Потому что машина большая черная иномарка. Да, не нравится мне все это. Ладно, на ночь. Остаемся здесь. Спать будем по очереди. Вдруг Витя появится. Пойдем. Ой, Тамара Линична, вы вы-то зачем встали? Ничего, ничего. Я чего перенапрали уже. У тебя сегодня себя уже лучше чувствует. Ты лучше ребят вон своих поднимай. Завтрак готов уже. Сейчас подниму. Линична! О, господи. Ой, здрасте. У тебя гости, да? Ты как я погляжу, помирать-то передумала? Бог милостив, как видишь. Слушай, Линична, у тебя курьих яиц нету? У меня тоже гости. Да что ты, Кирюшка приехала, что ли? Не, мужик какой-то городской. Машина вчера сломалась. Ну что, ему надо же, глядя, на улицу его кидывать. Ты знаешь что, Линична? У него пистолет есть. Да вари больше. Вот тебе крест. Он вчера на печку полез. Я смотрю, у него сбоку эта железяка болтается. Веришь, нет, я прям вся оббирала. До сих пор поджилки трясутся. Вот я его думаю, накормить его получше. Чтоб на меня отходить, не осверчал. А мужчина крупный такой, да, и на черной большой иномарке. Не, худой такой, обыкновенный. И машина у него нашинская, ржавая, как угрыше, что не сломалась. А что у вас за мужик на иномарке? Так, пошли мне человек приставать, я тебе яиц дам. До свидания. Только немного. Доброе утро. Давайте-ка за соседкой. У нее в гостях остановился какой-то мужчина. И осторожно, возможно, он вооружен. Так, стоп. У овца и зверь бежит. Здрасте, уважаемый. Что это мы здесь делаем-то? А, это ты, так, стив. Ну, привет. А ты что здесь делаешь? А ты? А я тут оперативно-розыскное мероприятие провожу. Вора ловлю. Слушай, ты не обижайся, конечно, но конспиратор из тебя не очень. Хозяйка у тебя пистолет видела, всей деревне растрезвонила. Ну, блин, карга старая. А на большой такой, черной иномарке, это что, напарник твой? Нет. Когда получается, что, Витя, кроме нас с тобой еще кто-то интересуется? Иномарка, говоришь? Видал я иномарку, когда вот ночью круги вокруг этой проклятой деревни наворачивал. Наверное, на развилке не там свернул. Вчера ехал, стояла иномарка у деревни на дороге. А сегодня иду, смотрю, тут стоит рядом. А он тебя видел? Да нет, вроде. Я тут огородами прошмыгнул, через забор перемахнул. А он тут рядом стоит, даже не шифруется. Ну, что, пойдем, может, спросим ее, чего ему тут понадобилось. Ну, да, так он тебе все и рассказал. Не, здесь потоньше надо. Пойдем. Ну, где же вас носит-то? Господи, уже все остыло. Тамара Ленична, вы не обижайтесь, я потом позавтракаю. Вы скажите, у вас есть ватник или телогрейка? Ну, а как нет-то? Конечно, есть. От мужа покойника остался, царь своему небесная. А шапка, валенки? Все есть, в сарае лежат. Вы не беспокойтесь, я сам все возьму. Вы пока из дома никуда не уходите, ну, даже к окнам не подходите. Я все потом объясню. Ром, быстро. Господи, страсти-то какие. Ну, что, ладно, Витек, сиди здесь тихо, не усолся. Если что, я тебя завярую. Ну, здорово, Витек. Здорово, ты кто? Дед Пихто. Баблу гони. Какое бабло? Ты что? А? Помогите! Блин. Ты что решь-то? А? Помогите, убьем! Который-то у Краюхина попятил. Лучше отдай по-хорошему. Я Дашу вообще тут закопаю. Да что надо? Жилиция! Капитан Цукин! Какая еще виновата? Пусти, начальник, больно. Потерпишь? Ты кто такой? Так мимо проходил тут. Да отпустите, больно. Да отпусти ты его, а то руку сломаешь. Все скажу я. Да отпусти ты. Вон его вешаете. Он отдал у хорошего человека. Деньги спер. Отдавать не хочет. Я тут с вчерашнего вечера торчу. Меня попросили найти его. А чего это хороший человек? К милицию не обратился. Да обратился он? С вас толку-то? Вы разве будете искать? Да если найдете, все равно денег не получишь. Поговори еще у меня. Ладно, я пойду его местным винтам. Отдам, пусть они его оформляют. К детективу Алексею Насонова обратилась Валентина, жена продавца магазина бытовой техники Виктора Тимофеева. Она обнаружила в вещах мужа большую сумму денег. Выясняется, что из сейфа директора магазина Краюхина в тот же день пропала вся зарплата сотрудников. В поисках Тимофеева детективы отправляются в деревню Кукушкина, где живет его тетка. Сдал я супчик, голубчик, с рук на руки. Ладно, поехал я. Нечего тут мне ловить в этой дыре. Мне еще с этим Витей, с вашим возиться, и так дело не в проворот. Вот, ищи его с вещей, блин. Ну, удачи тебе, капитан. Слышь, детектив, а как мне на трассу-то выехать? Я вчера тут крутился, а указатель-то на Кукушкина с левой стороны был, а нужно было направо поворачивать. Указатель слева был? Кать, дай капитану карту, у нас в машине лежит. Ну, дед, ну дает. Что такое? Да не мог, понимаешь, Витя, не мог не поехать к своей любимой тетушке, которая при смерти лежит. Ну так куда же он тогда делся? Есть у меня одна идейка. Поехали. Вернулись! Не обманули! Дорогие вы мои! Ты держишься прямо совсем, ну... Слушай, отец, а зачем ты здесь Бермудский треугольник устроил? Зачем ты указатель переставляешь? Ну, ну ты так, ну, понимаешь, ну, тоска заела меня. Бабка-то моя померла прошлой весною. Ну, я один остался куковать. Летом-то хоть дачники приезжают, а зимой... Хоть ложись на печку, да помирай. А так, кто приезжает, дорогу обязательно сбросит. Вот, я и с человеком, и с ловечком перемолваюсь. А где ж указатель-то взял? Да указатель, ну, он... Ему машина сбила. Вот, я у него ножки отпилил, и новый предел, чтобы удобнее таскать было, понимаешь? Слушай, отец, гляни, вот этот вот парень у тебя дорогу вчера не спрашивал? Нет, такого не припомню, нет. А ты вчера весь вечер там просидел? Да нет. Ну, у меня хозяйство, куры, поросеночек цветет. Ну, в сумме сидеть, штаны-то протяжать. Понятно. Скажи, а ты вчера вечером переставлял указатель? Он стоял так же, как мы его видели? Переставлял. Ой, часа-два, как вы приехали. Я его сначала с одной стороны, а потом пересачил на другую сторону. Ладно, спасибо тебе, отец. Ну, куда же вы? Ну, не хочешь пить, ну, не дверь. Я, я сама лопьющий. А так вот посидим, поговорим, у меня щит, знаешь, какие наваристые, с винилки. Спасибо, спасибо, отец. Правда, сейчас мы не можем. Ну, чего? Ах! Никому мы, старики, не нужны. Ну, и куда мы теперь? Да расчет прост. Витя у тетки бывал только в детстве. То есть, дорогу он не знает, она сама по нему приезжала. Значит, поехал туда, где стоял указатель. Стойте! Стойте, умоляю вас! Стойте, стойте! Стойте! Пожалуйста! Стойте! О! Я там! Здравствуйте, Виктор! Здравствуйте! Это вы? Фортуна! О! Я сейчас... Сейчас... Быстро в машину! Спасибо. Вот так. Сюда. О! О! Ром, давай плед из багажника. Сейчас чаю горячего. Держи. Спасибо. Если бы не вы, я бы здесь вообще охочурился. Спасибо. Да я... Тетка у меня заболела, я поехал к ней. Видимо, куда-то не туда свернул, но он в этот канал заехал. Не знаю как, ни туда, ни сюда. О! Спасибо. Зимочки. Спасибо большое. А я тут... Вокруг лес, поля. Темень такая, что хоть глаз выкали. Ну, я... в машину залез, до утра с печкой просидел, потом бензин кончился. У меня там тетка помирает, а я куда идти не знаю. Потом мужик какой-то деревенский проезжал, хотел меня вытащить. Попробовал, попробовал, не получается. Он говорит, за трактором пойду. Пошел. Пропал куда-то. Ну, с этим понятно, Витя. А скажи мне, где деньги? Деньги. Деньги? Деньги в багажнике. А вы откуда про деньги знаете? А как вы вообще здесь оказались? Твоя жена вилла, деньги в квартире. Пришла ко мне, попросила выяснить, куда это ты влип. И откуда у тебя деньги? Так она что? Она что, подумала, что я их украл, что ли? А ты их не крал? Нет, конечно, не крал. Мне их Юрка Кравюкин дал. Да ладно. Да не да ладно, вы у него сами спросите. Он подтвердит. Он эту квартиру мамину продал, а сам в командировку собрался. Ну, приходит ко мне и говорит, что я банкам не доверяю, пускай пока до моего приезда у тебя полежат. А когда он тебе приходил? Я скажу. А, вот, за день до нашего знакомства в супермаркете. Влип, ты, Витя. Кравюкин милицию вызвал, сообщил о краже. Сказал, что ты деньги украл. Как? Зачем? Да не знаю. Пойдем, покажешь, где деньги. Конечно. Да я могу сегодня же ему вернуть. Зачем они мне? нету. Нету. Что? Тут, она была, вот здесь в чемодане. Сумочка маленькая, зелененькая лежала, нету. Да, дела. А зачем ты вообще деньги-то в деревню потащил? Так, не, соседка из деревни позвонила, сказала, что тетя Тамара помирает. Я давай Юрку искать, чтобы, ну, деньги отдать. На работе вроде его видел, но найти не могу. На мобильники тоже не отвечают. Я и взял эти деньги с собой. А ты говорил, местный мужик здесь был. Он в багажнику подходил? Сейчас. А, подходил, да, точно, он трос доставал. Понятно. А он не говорил, случайно, откуда он? Говорил, как раз вот из этой деревни Кукушкина. Здрасте, а тракторист здесь живет? Тут. А что надо-то? Да, машина застряла, трактор нужен. Вова, к тебе! О, заходи, выпьем. Вова, давай по-хорошему, где деньги? Чего же? Какие такие деньги? Да ладно, ты дурака не валяй. Зеленые жигули из ямы ты помогал выталкивать? Какие такие жигули? Да он это! Он! Не верьте ему! Ну вот. Так что, давай по-хорошему, ты отдаешь деньги, и все, дело с концом. Я ничего не отдам. Да и вообще, что вы ко мне привязались? Нет у меня никаких денег? Давайте, идите отсюда, давай, тихо, тихо, больно, что теперь делать будем? Там же взрывчатка в сумке, полдеревни на воздух взлетит, надо людей эвакуировать. Что? Какая такая взрывчатка? Ты что говоришь такое? Да я тебя под трибунал за разглашение. Вы что, мужики, там правда, что ли, взрывчатка была? Да нет, там ничего, послышалось тебе. Так это, мужики, у меня там поросята, поросята спасать надо. Где? Так соляя поцеловы, мужики, только поросята, поросята спасите. Нет там ничего. Где сумка? Да я Христом Богом, там была, знать не знаю. А ну-ка, отстанься от моего мужика, что надо-то? Юра, беги отсюда, спасайся. Мы тут сумку с расчасткой потерялись, сейчас рванет, все разлетит. Ой, миленькие, она вот там, под ведрами, с тряпками, там. Ой, спасите, ради Бога. Ой, Господи. Она? Она, она, ага. О, и деньги целы. Тетя Тамара, здрасте. Как вы себя чувствуете? Витя, сыночек. Ну все, я выздоровела, все хорошо. Хорошо? Витенька, да. Тетя Тамара, так давайте собирайтесь, я за вами приехал, будете жить у меня, я вас здесь одну не оставлю. Да как же так? Витенька, а как же дом куры? А потом, что я там буду делать у вас в городе? Полно машин, полно заводов, людей полно, а поговорить не с кем. Ну, тетя Тамара, ладно, мы потом разберемся, сейчас все равно поедем со мной, поживете у меня в гостях, а потом я вас хорошему врачу покажу. В гостях, ладно. Ну и все. Пойду собираться. Слушай, Витя, а здесь только треть суммы, интересно, где остальные? А сколько пачек было? Пять было. Точно? Точно. Ладно, Витя, тогда ты забирай тетушку и поедешь за нами в город. Только смотри по дороге, не оставай, не потеряйся. Ясно. Хорошо. Я ничего не понимаю. То есть, получается, остальную сумму денег Витя присвоил себе? Да нет, не думаю. То, что у Вити оказалось часть этих денег, свидетельствует о том, что он говорит правду. Как это? Ну, ты представь, что Краюхин решил присвоить зарплату сотрудников и подставить Витю. Точно, это же гениально. Краюхин сам берет деньги из сейфа и относит их к Вите, а через два дня вызывает милицию и говорит, что его ограбили. Потом милиция находит на квартире Витя деньги, и ему уже не отвертеться. Деньги-то в банковской упаковке, их опознать ничего не стоит. Вот это да. Ну и что теперь делать? Как что? Деньги искать оставшиеся? Если мы их не найдем, мы ничего не докажем. Будем надеяться, что Краюхин сказал правду, когда говорил, что банкам он не доверяет. По дороге в город Насонов позвонил капитану Суткину и договорился с ним о встрече. Ну что, капитан? Да дома наш Краюхин сидит. Да вот только не знаю, как к нему подобраться, ума не приложу. Да не факт, что у него там денежки-то перепрятаны. Не факт, но попробовать стоит. Ну а как попытаться-то? Идеи-то есть? Ты сегодня в ударе? Созвращатка идея, конечно, была не самая разумная, но сработала. Ну да, есть у меня еще одна идейка, как вы любите выражаться. Правда, она не мне принадлежит, а сэру Артуру Кунэндойлю. Ну где ваш парень-то? Я не понял, что он там мутит? Что это такое? Блин, пожар что ли? Люди, помогите! Горим! А Юрий Иванович, добрый вечер. Позвольте полюбопытствовать, что у вас там. Ну что, вижу, есть улов, да? Ну что ж, поищем. Может и здесь что интересное найдется? О, работает! Это ж тот телевизор, который я уронил. Да я подозреваю, с плитами была та же самая история. Он вам специально посолил бракованное, чтобы потом деньги и зарплаты высчитывать. Ну что, мы молодцы, осталось еще два дела. Какие? Ну, на выбор. Либо я еду мирить Витю с женой, а вы к деду дегустировать щи, или наоборот. Мы к деду, что-то кушать хочется. Как раз развлечем его, ведь как-никак он помог нам дело раскрыть. Краюхин находится под следствием. Витя помирился с женой и вернулся на работу в газету. Редактор субтитров А.Семкин